Мы создаем самый крупный бизнес за всю историю цивилизации. То, что сделали вместе Степенсонд, Форд и Боинг. Принципиально новая транспортная отрасль нужна всем, человечеству, каждой стране, каждому городу, каждой семье и каждому человеку. На разработку транспортной инновации Rail Skyway потребовалось 36 лет и более 7 миллиардов рублей. Чтобы начать продавать эту технологию, необходимо построить тестовые участки, на которых она будет сертифицирована и показана заказчикам со всего мира. Для этого нам необходимо в ближайшие три года инвестировать средства, созмеримые с уже вложенными. После этого мы обгоним всех и навсегда мировой транспортной ниши, емкость которой превышает бюджет России в несколько раз. И займем не менее 50% этого рынка. Подобно уже удавалось в истории, например, Боингу. Империи рушатся. Распался Советский Союз. Но его инфраструктура, в первую очередь транспортная, осталась, как живет и работает Транссибирская магистраль, построена век назад, пройдя через революцию, гражданскую и мировые войны. Построенные построенным технологиями небесной дороги Skyway также будут работать на благо людям столетия, принося доход тем, кто рискнул и пришел в свое время инвесторам в эту инновационную технологию. После сертификации проект перейдет из разряда инновации в разряд инвестиционный проект. Далее технология перейдет в адресные транспортные проекты, реализованные на всех континентах планеты. И километрами или метрами этих дорог, в зависимости от объема вложений в технологию, будет владеть каждый конкретный инвестор. А его инфраструктурная собственность и дивиденды от нее перейдут затем по наследству к потомкам. Недорогие, безопасные, эффективно дороги необходимы не чиновникам и государству, а простым людям. Тем, кто и платит за проезд по этим дорогам из своего кошелька. Кошелька как пользователя, так и налогоплательщика. То есть это нужно только нам с вами. Поэтому и начато народное акционирование инноваций по британскому праву на выгодных для инвестора условиях. Акции нашей компании будут переформляться на новых инвесторов с большим дисконтом. То, что через несколько лет будет стоить миллионы, сегодня можно приобрести за несколько тысяч рублей. Начнем вместе строить наше достойное будущее. Комфортное, безопасное, экологически чистое, с высоким уровнем жизни. Будущее, которое не стыдно будет передать по наследству детям и внукам. Так, друзья, приветствую. Как видно, как слышно. Будем начинать. Так, отлично. Слышно. Всех приветствую. Да, у нас, как вы знаете, идет мероприятие в Испании сейчас. Соответственно, там основной актив все та. Вот. И Леша, с кем я обычно веду, он тоже готовит там большой доклад, как говорят, с нашей совместной. Вот. Поэтому я здесь остался один на хозяйстве. Ну и, соответственно, не до конца еще разбираюсь, как ставить это. Конечно, сильно извиняюсь, что за это время. Но когда Леша все эти вопросы закрывал, мне просто не надо было этим заниматься. А сейчас вот сам учусь, куда тыкать пальцем. Соответственно, как вести все. Вот. Значит, в обед мне, по-моему, Николай помог. Опросник я так и не научился делать. Чуть пытался тут еще просидеть целый час. Так я и не смог запустить. Вот. О! Спасибо, Николай. Значит, друзья, для статистики, если у нас есть такие, кто зашел первый раз, соответственно, нажимаете цифру 1. Вот. И ответить. И тогда мы видим, есть ли у нас сегодня новички. Вот. Хотя это на ход нашей встречи никак не повлияет. Я для них презентации делать не буду. Ну, просто видеть, сколько у нас заходит. Так вот, Ирина пишет первый раз. Но здесь тогда вам надо смотреть, набираться сейчас информации. И дальше уже по сайтам, по чатам смотреть, о чем идет речь. И, по принципе, банки с огурцами очень быстро войдете, о чем идет речь. И, соответственно, вы видите. Так. Значит, проголосовали 108, а здесь 182. Значит, особенно еще раз обращаясь к новичкам. Если есть, кроме вот Ирины, у нас еще кто-нибудь, кто первый раз прошел обозначиться. Вот. Но по опыту и вообще по практике, которую мы ввели, что все-таки среда в 13-20 часов мы с Алексеем Суходовым ведем такие экономические обзорные вебинары, на которых стараемся дать анализ того, что произошло за неделю в событиях через призму Skyway. Соответственно, что произошло вовне, внутри. Вот. И, соответственно, четкое представление о том, куда и как мы движемся. Значит, сегодня у нас вебинар несколько отличающихся от остальных. То есть этого я и в 13 часов таким образом ставил, и сейчас в 20 часов для европейской части. Это уже веление времени. Это действительно то, что происходит. И я могу сказать, что... Нельзя сказать, что меня это не радует. Потому что односущные проблемы и вопросы, которые сейчас подошли, соответственно, требуют уже четкого позиционирования, требуют пояснений. И это как раз то, к чему мы стремились полтора года. И я могу сказать, что это начало, ну, скажем так, новой серии и вообще новой логики проведения и вебинаров, и конференций, и онлайн, и оффлайн. В связи с тем, что начинает уже действительно и много поводов, и очень серьезную аналитику давать и конструкторское бюро, и развитие проекта. И это как раз то, к чему мы шли вот полтора года. И сейчас можно сказать, что этот процесс наконец запущен. Не то, что что я имею в виду, а на чем бы я хотел сейчас обратить ваше внимание. Что в чатах прошла информация, во всех абсолютно чатах, связанных с проектом Skyway, прошло интервью на этой неделе генерального конструктора Антона Давыдовича Юницкого с Женей Кудряшовым, директором фонда Skyway Capital на полигоне, где Юницкий в течение 40 минут очень четко, грамотно, достаточно доходчиво и с точки зрения технической обоснованности показал, что и как планируется сделать, что и как в каком месте будет находиться. И прямо на этом полигоне, ну слово полигон здесь уже, наверное, не совсем подходит, а это все-таки эко, такой технополис, соответственно, система, которая будет показывать совокупность технологий, которые с собой ведет шестой технологический вклад и то, что с собой ведет технологии Skyway. Поэтому те, кто еще не видел интервью, я думаю, что таких здесь очень мало, но если все-таки такие есть, то я рекомендую все-таки, да, вот Александр сбросил, абсолютно верно, рекомендую еще посмотреть и внимательно проанализировать ту информацию, которая дана. Это общее для нас, для группы Skyway. Значит, что очень важно из нам сейчас, как именно система, занимающаяся инвестиционной краудинвестинговой платформой, то есть создающую именно стартовые условия для привлечения вхождения на самой ранней стадии. И те, кто с нами с самого начала или подключились чуть позже, уже полтора года, мы это создавали, ввели, и сейчас мы подошли к тому, что у нас фактически каждый месяц, сейчас каждую неделю будет новая информация по строительству, по продвижению, по демонстрации. И, соответственно, очень еще важный вопрос, что Антон Дуаш сказал, что в сентябре следующего года планируются уже испытания, которые будут проходить еще и до этого, потом демонстрация и уже приступление к сертификации, то есть осень следующего года это демонстрация технологии. Чем это нам очень важно сейчас знать и понимать, почему для нас это ключевая сейчас дата и ключевое, ну, скажем так, значение. Как только будет происходить приближение к демонстрации и технология начнет приобретать осязаемые очертания и формы, то уже сейчас ведутся переговоры с потенциальными заказчиками, с потенциальными структурными инвесторами, всевозможными фондами, которые инвестируют в такого рода проекты. Значит, на сегодняшний момент основная проблема и основная задача, которую ждали от решения нашей команды, это выйдет или начнутся ли полевые строительства или не начнутся, потому что большинство, я бы сказал, больше 90% в проекте умирают на стадии именно становления и подготовки к производственному образцу и промышленным испытаниям. Соответственно, весь вопрос, мы должны были пройти этап, который не проходит больше 90% такого рода проектов. Еще 98% не доходят уже до испытаний и не проходят промышленные испытания. И только порядка 1-1,5% проектов, которые стартуют, они начинают дальше потом уже привлекать структурированных инвесторов и дальше уже претендовать на промышленное внедрение. Это, скажем, к сожалению или не к сожалению, это статистика. И сегодня можно однозначно констатировать, что то, что не переживает 90% проектов, мы прошли. То есть за полтора года, то есть с февраля прошлого года, вот, то есть даже меньше полутора лет, то есть год и 4 месяца, фактически сформировано конструкторское бюро, оно работает активнейшим образом, определен участок земли, пройден огромнейший колоссальный путь удачи-неудач, попытка, вот тоже про это говорил Юницкий в своем этом интервью и в предыдущем еще телемосту, который он был с директором с кистосталом нашей компании, о том, что Литва дала огромный опыт, но, к сожалению, это и отрицательная работа, но с другой стороны она скорректировала четко планы и в каком-то мере даже ускорилась процесс приближения именно к демонстрации технологий. Вот, соответственно, в Белоруссии сейчас этот процесс запущен, он идет, и здесь я вам могу сказать, особенно если также компания на этой неделе показала свою деловую переписку с заказчиками, которые являются поставщиками техники, комплектующих, и, соответственно, уже дана переписка и договора на заключение на поставку, все это говорит о том, что практическая работа началась, и никаких сомнений по поводу того, что через год с небольшим будет демонстрация технологий, сегодня уже нет. Я это наблюдал не раз и могу сказать, что этот процесс сегодня уже остановить очень тяжело. Хотя сказать, что точка невозврата пройдена, такого сказать нельзя, потому что сегодня все зависит от финансирования, от графика финансирования, и на данном этапе, сегодняшний, пока не подключились серьезные крупные инвесторы и заказчики, здесь как раз ключевую роль играет краудинвестинговая система. Со временем, я думаю, что где-то через полгода, может быть, 9-10 месяцев, то есть реально где-то весна следующего года, или может быть, лето следующего года, краудинвестинг начнет уступать позицию, когда будут приходить другие инвесторы, и, соответственно, значение краудинвестинга будет серьезно сокращаться, и думаю, что еще до демонстрации, фактически, вход в корневую технологию через краудинвестинг будет закрыт. У нас тоже было очень много дебатов на этот предмет и с директорами фонда нашего именно Skyway Invest Group, и еще с рядом тех, кто занимается краудинвестинг на площадке, что и звучало даже такое, что как только придут инвесторы, фонд будет не нужен, и, соответственно, та команда и та работа, которая создана, она, в общем-то, останется не у дел. Но здесь, друзья, я не раз приводил, у меня очень такая талантливая была умная бабушка, и я всегда вспоминаю ее слова и отвечаю таким вот, друзья, если мы доживем до того, что войдут крупные инвесторы и вход будет закрыт, то дай бог нам, как говорил моя бабушка, дожить до этих проблем, потому что мы с вами обладаем все довольно-таки крупными пакетами акций, и, соответственно, обязательств, которые выдала компания, и, соответственно, лично Антон Даршиницкий, и в этом плане мы сразу с вами будем обладать серьезным инвестиционным капиталом, который будет востребован. И как только будет закрыт вход, я вас сразу уверяю, что, во-первых, возник вторичный рынок этих обязательств, который будет скупать и сама компания, и тот, кто еще хочет войти в корневую технологию. Соответственно, мы с вами будем наблюдать стремительный рост котировок этих акций, и, соответственно, они будут стремительнейшим образом приближаться к номиналу. И поэтому, когда вы будете видеть тот номинал, соответственно, вы можете сразу их продавать, либо ждать, когда через привилегированные акции они выйдут в дивиденды. Но это, друзья, уже совсем другого уровня проблемы. То есть тот риск и тот венчурный этап, который заключался в вложении, и риски потерять деньги, или, соответственно, возможности на них заработать, он уже будет пройден. А мы сейчас уже готовимся, и так как мы инвестиционная группа, и, в общем-то, у нас собралась очень эффективная, эффективная и, соответственно, профессиональная команда. Мы сейчас уже закладываем, и вы заметили, наверное, что мы постепенно начинаем вводить понятие, как Transnet, это сеть адресных проектов, где в тесном сотрудничестве с компанией Skyway мы будем запускать адресные проекты, и точка применения профессиональной для нашей команды, и для тех, кто входит и будет входить дальше в программу Skyway, она практически не ограничена. Поэтому сегодня потенциал и рынок, который создается, он настолько огромный, что здесь, друзья, хватит места и всем, и так как мы сейчас формируемся и работаем, как именно работоспособная, мощная команда, а меня просто радуют сегодня все ребята, с кем мы работаем, вот директора Skyway Invest Group, то есть я могу перечислять всех, и могу сказать, что подбираются очень серьезные ребята с огромным потенциалом. То есть это и наш финансовый директор сейчас, и Игорь Маненко, то есть тоже из моего родного Новокузнецка, и я могу сказать, что просто талантливейший парень, и Александр Кузнецов, это те, кто вот сегодня, молодежь, которая сегодня входит, Николай, и очень многие ребята, которые, Ольга Шантина, которая сейчас раскрывается все с новой стороны, которая сначала поставила систему образования, ведение вебинаров, программы, а сейчас, отвечая за техподдержку, за Кулцентр, она тоже самое делает, просто очень серьезные вещи. Ну и каждого сейчас я могу называть, Дима Слюсар, Дима Счастливый, который из Иркутской, тем более, если еще и говорить географию, это тоже очень интересно, что все, кого я назвал, все наши директора находятся в разных городах, вот, даже в разных странах, вот, и соответственно, задачи, которые мы сейчас ставим, решаем, и как раз, друзья, когда заработает, и инвестиции в Skyway уже пойдут серьезным потоком, он будет строиться, и начнет строиться проект, то я могу сказать, что вся наша команда к этому приложила очень серьезные, соответственно, усилия, и это тоже будет, как визитная карточка того, что мы делали, и что мы делаем, поэтому развитие проекта Skyway для нас будет, соответственно, во-первых, это капитализация всех вложений, потому что мы все акционеры, и крупные партнеры, а во-вторых, это и соответственно работа дальше по дальнейшему развитию и проектов, и сопутствующих технологий, вот, потому что мы сейчас основную логику, которую мы развиваем, которая вышла из инженерной школы Анатолия Ивановича Яниткова, это логика линейных городов, кстати, еще один документ, который на этой неделе вышел и вложил компания, это логика линейных городов, это, соответственно, документ, который разработан для Арабских Эмиратов, для Абудаби, вот, поэтому это очень продуманный, грамотный документ, показывающий, соответственно, потенциал команды, которая может все это делать, это показывает глубину наработок, которым уже не один десяток лет, и я подключился к этой работе где-то около 15 лет назад, когда Анатолий Иванович по заказу ООН, то есть через Центр Хабитат, выполнял работу именно по разработке логики линейных поселений, исходя из новых транспортных коммуникаций второго уровня, и как раз там было показано, что вся дальнейшее развитие и освоение территории пойдет через линейные города, и есть целое обоснование, и сегодня, когда мы уже видели в практическом плане, посмотрите, очень такой серьезный документ, где есть и варианты строительства и шельфового, и линейного города в пустыне, и озеленение сегодня пустынных островов, то есть все это как раз уже именно как эко-технопарк, и соответственно технология... Так, вам большое вкладываю слово в снижение инвестиционной грамотности на плодилу без зарубки инвесторов-бездельников. Ну, Максим, может быть. То есть это у вас между собой такая переписка идет, я просто одним глазом в чат смотрю, потому что иногда встречаются очень интересные вопросы. Но основные вопросы, которые сегодня всех волнуют, я на них буду как раз останавливаться и говорить. Поэтому мы сейчас, как инвестиционная группа, Skyway Invest Group, это у нас сейчас оформляется и четко работает как фонд прямых инвестиций в технологии второго уровня Skyway. А мы сегодня еще начинаем заниматься дополнительным, уже следующим шагом, который это уже создание сети адресных проектов, и мы активно будем в этом направлении двигаться именно совместно с компанией. Мы заключаем договора сейчас на разработку инвест-проектов, именно которые будут инициированы нашей группой. Мы, соответственно, заключаем инвест-договора, в рамках которых мы будем делать работу. Это уже друзья. Мы сразу закладываем шаги на будущее и те технологии, которые будут использоваться в вот этих линейных городах, вот в этом новом методе поселения, который есть. И как раз, естественно, что здесь поле деятельности, оно просто неограниченное. Вот это и связано с агрокультурами и с агрологистикой. То есть есть целое направление, которое идет сегодня на основе ГУМУСа. Этим занимаются сегодня несколько групп ученых, с кем мы взаимодействуем. Это подразделения, которые работают в НГУ. Вот они занимаются именно биотехнологиями и производством ГУМУСа. С помощью вот этих биотехнологий. Но вот они все сегодня идут, исходя из вот этих новых смарт-биотехнологий, где высокая интеллектуальная составляющая направляет и получает результаты очень высокого порядка. Вот. Поэтому наше объединение и наша работа будет строиться дальше в теснейшем взаимодействии. И если этот год у нас прошел под именно таким лозунгом, который предложил Миша Калантаров, это «Строй Skyway, спасай Россию», потом мы естественным путем, так как вот последний телемост, друзья, который мы проводили, это тоже, конечно, наши серьезнейшие показатели в эту субботу, вот где мы с Андреем были, еще основные наши директора, это была 21 страна, 379 точек включения, и как Игорь посчитал, примерно около 4,5 тысяч человек присутствовало одновременно в онлайне. Это существенный такой у нас показатель, такого мы еще пока не... Так, тема сегодняшнего бинара была, что такое потребительское общество в инвестбрук, обязательно мы сейчас про потребительское общество скажем, и вообще на потребительское общество готовится целая серия вебинаров, потому что это одно из основных направлений, которые мы сейчас будем двигать. Так вот, если «Строй Skyway, спасай Россию» перешло дальше, «Строй Skyway, спасай планету», вот это сегодня наш основной лозунг, потому что это действительно технология, которая вышла просто в рамки одной страны, даже одного континента, она переходит сегодня вообще. И, соответственно, сегодня для нашей инвестиционной группы, именно «Транснет-групп», которую мы сейчас запустили как работу, мы вводим еще одно очень ключевое понятие, это «Мы объединяем мир», то есть это сеть адресных проектов. Таким образом, для нас ключевыми сейчас становятся «Строй Skyway, спасай планету», и «Мы объединяем мир». Это, соответственно, девиз и лозунг сегодня той группы, которую мы ведем, и ту работу, которую мы делаем. Еще очень много вопросов, я говорю, даже внутри нашего директорского состава, вызывает некое ревностное отношение между теми фондами, которые сегодня созданы, это и «Скайвей Капитал», который возглавляет Женя Кудряшов, и фонд, который создал сейчас Миша Акапян, Киев тоже запустил, и сейчас даже рассматриваются как некие конкурирующие структуры, которые работают. Здесь, друзья, я могу сказать, что это просто либо кто не понимает, либо кто пытается перетащить одеяло на себя. Друзья, здесь никаких вопросов, потому что в общей сложности в проекте сейчас около 100 тысяч человек. Причем напрямую через «Рейл Скайвей» акции купили и зашли где-то порядка 20 тысяч человек, там порядка 10 тысяч человек сейчас это через «Скайвей Капитал». Я могу в цифре немножко ошибиться, потому что это статистика ихняя. Мы просто пользуемся общей аналитикой, которую мы сейчас видим. И, соответственно, 57 тысяч человек, уже больше 57 тысяч, уже приближается к 60 тысяч, это у нас сейчас «Скайвей Инвест Групп». Таким образом, общее количество участников проекта приближается к 100 тысячам человек. Но, друзья, это ничтожно мало, потому что через год, по нашим оценкам, будет не менее миллиона человек участниками и партнерами этого проекта. И будет дальше нести по геометрической прогрессии, потому что как только будет понятно, что эта технология будет для входа, именно как краудинвестинг, закрываться, то с этого момента как раз желающих будет возникать все больше и больше. И как это не парадоксально, друзья, пик и максимальное количество желающих войти в этот проект будет именно тогда, когда будет закрыт вход. Здесь никаких сомнений нет. И как раз когда это произойдет, и начнет резкая котировка акций, потому что люди поймут, что они уже чего-то упустили, что их полтора года звали, убеждали войти, теперь оказывается, когда войти нельзя, то это будет, соответственно, самый интересный момент. Но что, друзья, это и есть психология, и как раз это и будет плата тем людям, которые год назад, полтора года назад, тем более я многих знаю, кто уже более года с нами, или кто сейчас входит в этот проект, это, друзья, как раз и будет. И сейчас сразу еще вопрос, тут стали, особенно когда обсуждается сейчас... Я когда-то разговариваю с тобой... Значит, друзья, и как раз сейчас, вот когда обсуждается форма реструктуризации компании, когда все наши, соответственно, активы будут еще увеличены почти в три раза, меня, допустим, это очень серьезно радует, вот, поэтому пошли как раз разговоры по поводу привилегированных, непривилегированных акций, тут были большие дебаты, ко мне очень много обращаются и в личную почту, и в скайп пишут, я сразу могу сказать, что, друзья, 9 апреля Юницкий с Бабуриным дали очень большой серьезный вебинар, где показана вся юридическая схема, и если кто-то, что еще есть какие-то вопросы, просто пересмотрите один, два, три, пять раз, если что-то непонятно. Я могу сказать, все ответы на юридические вопросы там есть, и полностью есть защищенность инвесторов, нас, как фонд Skyway Invest Group, это абсолютно удовлетворяет, и, соответственно, те привилегированные акции, которые сейчас вводятся, они потому и называются привилегированные, что они дают право на получение именно гарантированных дивидендов от работы. Встал вопрос о том, что привилегированные к обычным акциям стоят дешевле, вот здесь, друзья, я сразу приведу пример, как Алишер Усманов купил 10% Фейсбука именно как привилегированные акции за 100 миллионов долларов, а при, соответственно, выходе на IPO он получил, нет, он купил почти за миллиард долларов 10%, и, соответственно, при выходе на IPO он увеличил свой капитал как минимум где-то в 6-7 раз. Это вот как раз нагляднейший пример, когда привилегированные акции, вход на таком уровне, это как надежное умножение. Есть еще очень много примеров, когда до IPO зарабатывают, но для нас самые друзья, то есть как раз показывают о том, что IPO и капитализация произойдет намного раньше, намного раньше. То есть более того, я абсолютно четко уверен, что это произойдет еще до того, как будет закончено испытание и демонстрация. То есть как только, друзья, начнется поток квалифицированных инвесторов и тех, кто хочет заказать на радиостадии эту технологию для того, чтобы иметь максимальную прибыль. Вот с этого момента начнется резкий рост котировок тех акций, тех обязательств, которые есть. Поэтому, друзья, соответственно, о том, что эти сроки уходят на 10-15 лет, когда мы будем получать дивиденды от привилегированных акций, друзья, это тоже спекуляция, и весь вопрос, таких сроков сегодня нет. И, соответственно, так как сегодня... Абсолютно верно, да, Александр. Правильно? Значит, юридические вопросы. Но здесь я могу сказать, что в основном, друзья, это те, кто либо невнимательно слушает, либо не вникает в суть вопросов, потому что юридическая служба и Виктор Бабурин, они абсолютно грамотно и четко дают обоснования. И я могу сказать, что даже за эту неделю мы столкнулись в нашем фонде не с пониманием, и я выступал посредником между определенной группой инвесторов и Виктором Бабуриным, и даже там мы пришли к полному пониманию, и даже первое понимание, что такое привилегированные акции, что это несколько будет ущемление сегодня акционеров, пришли к тому, что абсолютно это не так, и все согласились с тем, что юридическую схему, которую сегодня разработала и прорабатывает компания, она довольно-таки глубоко проработана, и довольно-таки четко дает представление о тех целях и задачах, которые были задекларированы раньше, и, соответственно, те, которые происходят сегодня. Поэтому здесь ответов нет. И второй вопрос, сегодня очень важный по срокам, что первый раз прозвучало в интервью Жени Кудряшова на полигоне о том, что осень следующего года будет демонстрация, и Юницкий четко сказал, что он знает, как это сделать, и здесь я могу сказать, что никаких сомнений не будет, что это будет именно реализовано. И более того, он сказал ключевую фразу, что в зависимости от графика финансирования, от темпов финансирования, мы будем принимать стратегию, что и как демонстрировать. То есть тем самым однозначно демонстрация будет, однозначно будет показана технология, а вот в каком качестве, в каком объеме и так далее, это может быть корректировано именно от технологий, потому что все-таки краудинвестинг на сегодняшний момент, он имеет определенные пределы, и вот я могу сказать, мы хоть и идем сейчас постоянно, вот именно наша инвестиционная группа, я уверен, что и Скайвей Капитал, и Миша Акапиан, они постоянно по увеличивающей системе, но все равно это не такие взрывные, взрывнообразные финансирования, на которые все-таки рассчитывали. Хотя, в принципе, я думаю, что лето и осень этого года, они будут настолько ключевыми и полугомными, соответственно, моментами, что финансирование пойдет просто по нарастающей, я думаю, что где-то с июля-августа этого года, а мы тогда подойдем к нашей ключевой конференции, которую мы наметили на 9, 10, 11 октября, я думаю, что к тому времени мы как минимум на порядок будем отличаться от того финансирования, которое мы можем обеспечить сегодня. Вот, поэтому это вот еще один ключевой вопрос, это конкуренция и взаимодействие между фондами, здесь я могу сказать, что никакой конкуренции нет и быть не может, соответственно, тот миллион инвесторов, который должен прийти за этот год, те, кто подключится к этой программе, для них должно быть как можно больше точек входа, и здесь я могу сказать, что, друзья, дай бог нам справятся с этим объемом работы, с тем объемом вебинаров, конференций, которые надо провести, вот только наша группа, я могу сказать, что мы до октября месяца наметили 50 региональных конференций, соответственно, которые будут привлекать людей, объяснять суть программы, доводить информацию и будем двигаться дальше. Поэтому здесь в этом направлении тоже никаких нюансов и вопросов нет, соответственно, двигаемся и... Поэтому, соответственно, сегодня я хотел остановиться бы на трех документах, которые на этой неделе выдала компания для работы, для того, чтобы мы дальше продвигали этот вопрос. Первый, это я, как уже говорил, это интервью именно на полигоне и на эко-технопарке с теми целями и задачами, которые есть. Второе, это обобщенный документ, связанный с линейным городом в Саудовской Аравии, в Арабских Эмиратах, извините, и, соответственно, с всей логикой линейных городов. Вот, соответственно, это документ, с которым можно дальше работать. Мы, естественно, сейчас, как ПО Евразии здесь вставал вопрос, мы как раз, если сегодня несколько акцент сделать на Евразийском континенте и на нашей Российской Федерации, мы больше делаем упор именно на потребительское общество, на развитие проекта и адресных проектов с помощью потребкооперации. На наш взгляд, это абсолютно правильный подход. Мы обосновали и с Андреем показали Хавратовым 16-го числа на Тельмосте о том, что потребкооперация, на наш взгляд, на сегодняшний момент, это то, что соответствует технологическому укладу, резкому росту развития территорий Сибири, Дальнего Востока и вообще евразийского пространства, резкому росту ВВБ и более справедливому экономическому укладу, который должен сложиться в ближайшее время. Потому что сегодня мировой уклад, который идет из того, что несколько сот семей контролирует практически 90% всех активов на земле, и в нашей стране тоже ряд олигархов, мы тоже их знаем. Это то, что создавалось десятилетиями, целой страной, многими поколениями, сегодня принадлежит определенной группе олигархов. Это абсолютно неправильный, несправедливый развод. На сегодняшний момент, как сложилось, так и сложилось менять это абсолютно глупо. Это, скажем так, историческая данность. Но то процесс развития, который сегодня есть, и, соответственно, те принципы, которые закладываются, на наш взгляд, именно потребка операции, именно боевое участие и, соответственно, финансирование через потребительское общество. Тем более, что опыт в России, и Россия 150 лет назад стояла у истоков потребкооперационного движения. Вся Сибирь и Дальний Восток при Петре Столыпи не осваивались именно с помощью потребкооперации. Кооперационный банк России был самым крупным банком в Европе, и, соответственно, более 2,5 миллионов семей, которые переехали и получили землю в Сибири, получили ссуды и серьезное кредитование, практически беспроцентное, через потребкооперацию. И сегодня то извращение, которое пришло сегодня к коммерческому кредитованию, когда банки сегодня фактически посадили в рабство 70% населения страны, это неправильный подход, и он должен постепенно меняться. И, как мы сейчас абсолютно четко убеждены и утверждаем, что потребкооперация это абсолютно правильный, экономически выверенный механизм, и, соответственно, мы дальше будем его развивать, и мы все сегодня являемся участниками потребкооперации потребительского общества Евразия. Вот, и дальше, вот именно логику линейного города, то есть того, что сегодня предлагает государство, гектар земли, как инвестиционный ресурс, мы как раз сегодня будем запускать и уже запускаем через потребительское общество. И здесь я сразу отвечу на вопросы, которые задают, можно ли воспользоваться этой программой, не будучи гражданином России, а тем более из дальнего зарубежья. Я могу сказать, что как только вы станете участником потребительского общества, а мы именно в потребительское общество готовим передачу земли, как инвестиционный ресурс, мы сейчас уже ведем переговоры с рядом губернаторов, которые ставят нам условия, чтобы мы брали землю, которая ни при каких условиях сегодняшних технологий осваиваться не может, это только труднодоступные, далекие, соответственно, участки земли без всякой инфраструктуры, и именно такую землю мы сейчас оформляем, и мы берем на себя обязательство, как ПО Евразия, что это станет островами, соответственно, развития, то есть территориями опережающего развития, и что со временем это соединится в Лигу город, и это будет крайне привлекательная, крайне интересная территория для земли, и тот, кто сегодня войдет и получит эту землю через потребительское общество, как наполнение пая, эта земля станет именно семейным капиталом, семейным активом, и со временем он может распоряжаться этой землей как своим активом. Соответственно, это и есть цель и задача потребительского общества, это помимо капитализации, которую дает венчурная составляющая, когда вы входите в проект. Соответственно, это наша, то есть, как мы говорим, наша отличительная черта, именно нашей инвестиционной группы, мы вводим и прорабатываем эту составляющую, говорим, что тот, кто являясь участником нашего фонда, Skyinvest Group, а потом и в дальнейшем это инвестиционные группы компании Transnet Group, соответственно, все они должны являться пайщиками потребительского общества Евразия, где будет сразу две вида гарантий. Первый вид гарантий – это акции Skyway, которые находятся в западной юрисдикции и, соответственно, подтверждены активами интеллектуальной собственности, которые представляет инженер Юницкий, а мы, соответственно, со второй стороны вводим сюда гарантию, и это развитие территорий, которые будут при внедрении технологий давать дополнительную капитализацию, и поэтому участники проекта через наш фонд будут иметь как минимум две степени гарантии, и это наша отличительная черта. Естественно, друзья, каждый должен предлагать какую-то свою, скажем, стратегию, свою отличительную вещь, и мы прорабатываем именно в этом направлении. И еще мы инициируем сегодня ряд адресных проектов, как я уже сказал, это и связанный с сибирской водой, с сибирским холодом. Это не только Байкал, это прорабатывается сегодня более сотни резервуаров, восстанавливаемых резервуаров, соответственно, с чистой питьевой водой, и основная логика – это космический холод, то есть это Сибирь и Дальний Восток, где зимой холодно, лед как конденсатор холода, который концентрирует огромное количество энергии, а я приводил не раз уже такую форму, что по теплоемкости тонна льда при минус 20 градусов в 8 раз выше, чем теплоемкость железа, то есть тонна железа. Соответственно, это огромная теплоемкость, и это огромная энергия, которая позволяет через такую технологию ее использовать. Поэтому это следующее направление. И еще очень важный вопрос – это освоение труднодоступных северных территорий с помощью вот как раз новой технологии Таруру. Таруру. Можно подавать заявку на землю. Можно и обязательно. Вот здесь как раз это наши внутренние правила потребительского общества. И здесь мы не вводим никаких ограничений. Более того, мы сейчас ведем переговоры с рядом губернаторов, и скорее всего у нас земли будет даже не по одному гектару, который будет входить, а как Трутнев сказал, вот магаданский губернатор предлагает сразу 5 гектар земли. Сегодня мы еще ведем ряд с территориями северными, которые говорят, ребята, мы вам хоть сколько дадим, только скажите, что вы с ней будете делать. И вот как раз вот эта программа, в которую мы сейчас входим и делаем, что она сразу становится привлекательной для очень многих территорий. Поэтому это тоже работа нашей группы. И соответственно, Светлана, откуда сейчас? Вот, понятно. Если не что. Ну вот, друзья. То есть это как раз я вам сейчас рассказываю, показываю, это то, что мы двигаемся и делаем, и то, что происходит реально сегодня в тех вопросах, которые... Поэтому основные вопросы связаны с краудинвестингом, с развитием полигона, со сроками капитализации, с взаимоотношениями между фондами и участниками проекта. Значит, соответственно, я вам все это сейчас показал, и я думаю, что никаких вопросов здесь быть не может. И я могу сказать, что сейчас и доведение информации, и общение, вот, и на вебинарах, и те конференции, которые я веду, они резко меняются, потому что все-таки, когда мы начинали в феврале прошлого года, мы всегда показывали опыт, который наработан за предыдущий период, мы показывали планы, которые есть, и говорили, что мы к этим планам приступаем. Естественно, что декларировали, и что создадим конструкторское бюро, сегодня можно сказать, что это мощнейший работающий инструмент, более 100 конструкторов, что это серьезнейший офис, и те документы, которые сейчас выходят, в частности, вот документы, которые вышли по Саудовской Аравии, они показывают, что это еще и работоспособный, скажем, такой орган, который может выдавать очень важную продукцию, когда она нужна, и, соответственно, вся документация по строительству полигона, она уже готова, и в ближайшее время мы увидим. А по мере того, как будет проходить эта работа, по мере того, как будет, соответственно, строиться, то дальше скептики будут отходить на второй план, а все больше и больше людей, которые сегодня слышали год назад, полтора года назад, потом отмахивались, что это пирамида, это очередная МММ, это КАП, как называемая, или еще там много терминов идет. Так вот, по мере того, как это все реализуется, показывается, делать, соответственно, все это будет меняться местами, и когда уже будет закрыт вход к корневой технологии, вот здесь вот как раз все эти скептики будут, соответственно, за пределами этого входа. Поэтому здесь как раз уже будет следующий этап, когда можно уже смело говорить, что, друзья, мы вас звали, мы вас предупреждали, мы вам показывали, мы вам рассказывали, были открыты, все возможности. Вы этими возможностями не воспользовались. Ну, поэтому я думаю, что к тому времени будет, соответственно, очень много нам с вами сделать. Теперь еще один вопрос, который возник вот у меня при взаимоотношении вот там с Виктором Бабуриным, еще с рядом деятелей из компании Skyway, вот, которые очень пристально следят за тем, что я говорю и как говорю, там, под микроскопом к каждому слову. И, соответственно, кто был на прошлом вебинаре, то помнят, что я показал сертификат и прозвучала такая фраза, что эти открытки на сегодняшний момент ничего не стоят. Логика была построена, фраза, очень четко, когда я показал, что если мы с вами не сделаем и не доведем программу, то эти открытки так и останутся открытками, а те реестры акционеров, которые есть, они, соответственно, так и будут не востребованы. Соответственно, на эту тему было очень много обсуждений на этой неделе, поэтому я сейчас вернусь к этому вопросу несколько еще с другой точки зрения, чтобы четко пояснить, и не было никаких инсуаций на эту тему, что я имею в виду. А так как запись этих всех вебинаров ведется, то это можно показывать, рассказывать и, соответственно, использовать как аргументы и работы. Я вам покажу сейчас огромное количество сертификатов, акций, выпущенных разными, в разное время, в разные года, в разных странах за подписью, в том числе и Анатолия Довальевича Юницкого, как генерального конструктора и генерального директора. Я вам могу показать, что это десятки сертификатов на десятки и сотни миллионов долларов, один конкретно на 115 миллионов 600 тысяч долларов сертификат с номером, адрес в Австралии и, соответственно, с подписями, с печатями Анатолия Довальевича Каптейль. И дальше, с другой стороны, я показываю, то есть, вот это знакомый, наверное, сертификат уже Eurasian Rail Skyway, который тоже уже ушел в историю, потому что он будет заменен, а этот сертификат является просто как подтверждение, что я в свое время являлся компанией. Так вот, друзья, в чем логика и что я сейчас показываю? Что по объективным причинам, независящим от, скажем так, лично от меня или лично от Анатолия Довальевича Юницкого, эти компании не выполнили те задачи, которые на них возлагали, потому что этим многим сертификатам уже больше 10 лет. Соответственно, они не то, что никакие дивиденды не приносят, эти компании уже не существуют. Соответственно, логика сегодняшняя, она заключается только в одном. Если с вами мы сегодня не будем реализовывать программу краудинвестинга и продолжения финансирования логики, которая сегодня заложена и создана, то через некоторое время эти открытки также могут остаться открытками. Если же мы с вами сегодня делаем ту работу и идем по тому намеченному плану, графику, который здесь, то мы получаем тот результат и те номиналы, которые здесь написаны, десятки и сотни миллионов долларов, которые у кого есть, соответственно, они превращаются в тот актив, ради которого мы сегодня и работаем. Поэтому наша с вами задача сегодня это работать в этом направлении для того, чтобы это все стало реальностью, для того, чтобы это работало. И как раз вот то, что я говорил, точка невозврата, она, к сожалению, еще не пройдена. То есть, если сегодня все остановится и мы скажем, что все, краудинвестинг прекратил работу, а мы все сидим и ждем дивидендов, которые здесь написаны и которые нам обещают, то этот проект сначала будет сдвигаться во времени, а потом реально, наверное, станет на грань существования и непонятно, будет он дальше развиваться или нет. Если же он будет двигаться в той логике, как сейчас, то сегодня мы подошли к 100 тысячам человек, к концу лета я думаю, что мы перейдем в рубеж 200 тысяч человек, к Новому году подойдем к 500 тысячам человек, а соответственно, к следующему году, как я уже говорил, планка в миллион участников проекта будет соответственно преодолена. так вот, только когда будет син энергия, когда мы консультируем на месте, тогда это все станет реальностью, тогда перейдет из разряда несбыточных венчурных проектов, перейдет в факт нормального инвестиционного проекта. Сейчас все, что связано с технической точки зрения, все, что связано с организационной формой работы, то есть отстраивание юридической схемы, защита инвесторов, это вся работа выполнена, и сейчас заканчивается работа переоформления и в ближайшее время мы все получим на руки выписку уже от реестра держателя о том, что мы являемся акционерами компании и соответственно за нами зарезервировано или иное количество обязательств оформленных в виде акций. Соответственно, следующий момент, конструкторское бюро работает и вся работа для подготовки строительства техноэкопарка, она тоже готова. Так вот, друзья, и следующий момент, пока не запущена система финансирования через крупные инвестиционные фонды и через заказчиков, соответственно, основная тяжесть работы и финансирование лежит на краудинвестинге, и на сегодняшний момент наши три фонда должны выполнить эту работу и, соответственно, продолжать финансирование для того, чтобы активно развивалось и доказательная база для того, чтобы пришли крупные инвесторы все более и более формировалась. На сегодняшний момент с точки зрения инженерии, с точки зрения чертежей, с точки зрения подготовности к работе, здесь готовность 100%. Для того, чтобы это стало реализовано, просто необходимо еще время, до полугода. Соответственно, через полгода будет резкий перелом, абсолютно резкий перелом, когда сначала очень осторожно будут входить венчурные фонды уже высокоинституциональные, а потом будут входить уже и заказчики и будут входить соответственно хиджи фонды. С этого момента можно сказать, что объем финансирования краудинвестинг будет резко сокращаться, объем профессиональных фондов, именно крупных инвестиционных фондов будет увеличиваться. Но для этого должен именно произойти перелом с точки зрения демонстрации. И вот эта вот как раз демонстрация, она за этот год, то есть примерно до конца этого года должна уже быть реализована и должна быть указана. А к концу, к осени следующего года уже должна быть проведена и соответственно испытание и демонстрация уже основных технологий. То есть друзья, с этого момента я могу сказать, что, потому что что мы видели с вами за последние две недели по возвращению Юницкого из Арабских Эмиратов в том переговоре со швейцарским фондом, что сегодня тот актив, который уже создан, тот актив в виде конструкторского бюро и инженерной базы и того строительства подготовки демонстрационного центра, который есть, он уже сегодня для инвесторов понятен и они уже сегодня начинают вести переговоры и о адресных проектах и об инвестициях. Так вот, это друзья, когда еще ни один был не вбит, еще ни одна опора не натянута и соответственно не продемонстрирован ни один элемент подвижного состава. Соответственно, как только это будет двигаться, а этот процесс сейчас уже все более и более набирает обороты, то соответственно с этим и интерес инвесторов и вкладчиков будет абсолютно другой. Так, тут Галин, да, абсолютно правильно, то есть это то, что так, уже по 20 га на Дальнем Востоке, пока на 5 лет и показывали, что кто уже взял землю и начинает ее разрабатывать. Вот здесь, друзья, если вернуться к вопросу земли, то есть давайте мы на эту тему будем отдельно с вами вести вебинары в рамках ПО потребительского общества, все-таки сегодня мы ведем работу в рамках именно целевого фонда, фонда прямых инвестиций Skyway Invest Group, который инвестирует, вот, поэтому здесь я все-таки сейчас разделяю эти вопросы, связанные с землей, потому что нельзя сейчас все складывать, ну, скажем так, в один мешок и все вести в рамках логики одного проекта, потому что Skyway Invest Group, который инвестирует технологию Skyway, это одна логика, а логика линейного города и вот этого гектара земли, она несколько отличающаяся, и здесь, естественно, мы работаем в тесной связке, потому что без технологий вся эта теория, концепция является несбыточной, это как у Жанна Фрески в свое время была логика города и логика проекта Венера, вот, но по мере, как все это становится более реальным и понятным, мы, соответственно, сегодня в этом направлении работаем, и мы как раз сегодня набираем землю именно исходя из того, что она труднодоступна, она никому не нужна, она стоит ноль, но как только она будет включена в сеть, транспортную сеть Transnet, она сразу приобретает цену, она сразу становится востребованной и, соответственно, она сразу становится понятной для освоения, и вот именно в этой логике сейчас мы через потребительское общество, мы работаем, и вторая, как бы основная концепция, что группа Skyway и именно конструкторское бюро, оно ориентировано больше на крупных инвесторов, на крупных вкладчиков, которые находятся сегодня по всему миру, мы же работаем в основном на евразийском пространстве, на территории России, и это всего 2% населения Земли, это очень небольшое количество объема инвестиций, поэтому это тот сектор, который мы для себя определили, и мы разрабатываем несколько направлений, которые сегодня именно здесь нужны и востребованы, и так как сегодня по краудинвестингу основные инвесторы приходят с России, Украины, Белоруссии и Казахстана, то, соответственно, для них мы и разрабатываем сейчас через УкрТранснет, через РУСТранснет, через КазахТранснет, это наши компании уже, которые являются как раз уже составной частью Транснет Групп, мы как раз разрабатываем сейчас проекты уже адресных проектов внедрения, то есть мы идем немножко вперед для того, чтобы уже подготавливать почву того, чтобы создавать эти проекты и запускать проекты, и когда произойдет капитализация и уже запуск корневой технологии, чтобы эти проекты были, соответственно, готовы, ну и еще я могу сказать, мы видим направление для нашей инвестиционной группы, для той команды, которая сегодня постоянно расширяется, увеличивается именно направление в адресных проектов, во внедрении, и мы в этом как раз видим свою перспективу и свое будущее. Так, о смене этапа. Вот, значит, друзья, все, что связано со сменой этапа, с дисконтами, и это самое, это все-таки прерогатива головной компании, мы являемся инвестиционным фондом, который покупает обязательства компании, который генерирует интеллектуальная собственность инженера Юницкого и потом через юридическую форму, которая сегодня предложена, продает обязательства. И мы как фонд, то есть еще принципиальное отличие от Skyway Capital и фонда Миши Акопяна, что мы не являемся перепродавцами, то есть мы не покупаем акции по одной цене, а продаем их по другой, мы являемся инвесторами, инвестиционным фондом, то есть мы собираем своих инвесторов, которые верят нам, которые входят к нам в группу. Соответственно, мы на эти средства покупаем обязательства компании и под них выдаем свои обязательства. То есть, соответственно, каждое обязательство, которое сегодня идет вместе с инвестиционным пакетом, который нас сегодня покупает инвестор, то есть вы знаете, у нас инвестиционные пакеты от одного до десяти разных предложений, соответственно, за каждым из них стоит обязательство и акции компании, это тоже принципиальное такое различие, мы для себя взяли именно такое направление, как инвестиционная группа, и мы дальше будем его развивать, и наша задача дальше выйти, это мощнейший профессиональный венчурный краудинвестинговый фонд, который будет инвестировать в проекты, связанные со Skyway, проекты, связанные с освоением территорий, проекты, связанные с строительством линейных городов, проекты, связанные с освоением труднодоступных месторождений, в этом как раз мы и видим то направление, в которое мы будем двигаться, и здесь наши общие, скажем там, и цели, и задачи, которые мы реализуем вместе со Skyway Invest Group, именно из этих соображений мы сегодня и инвестируем, и покупаем акции Skyway, именно исходя из того, что это развитие технологий, которая нужна будет в дальнейшем для освоения территории Сибири и Дальнего Востока, месторождений и так далее, и так далее, и так далее. То есть пока мы не выходим за пределы евразийского пространства, вот, все-таки мы и дальше будем специализироваться на развитии именно России и стран евразийского региона. Я считаю, что здесь это наше, как бы, такое направление, которое мы для себя определили, и будем двигаться в этом направлении. Опять же, я могу сказать, что поле деятельности здесь не ограничено, места, я думаю, хватит всем, и здесь какая-либо, либо ревность, либо желание работать в одиночку, я думаю, что абсолютно неприемлемо. Это то, что касается, ну, это отчасти и логики наших директоров, которые есть, это я отвечаю некоторым на вопросы, которые ревностно относятся. Ну и, соответственно, к тому, что, друзья, если мы предполагаем, что рост мировой экономики произойдет благодаря технологии второго уровня Skyway и строительству сети Transnet, как минимум в два раза за 10 лет этого увеличения мировой экономики, друзья, транспортная ниша будет занимать в ней практически четверть. Вот, если говорить в физическом исчислении, то это 40 триллионов долларов, это больше, чем экономика сегодня Америки, Китая, Европы вместе взятых в два раза. Вот, соответственно, вот что такое ниша того, что сегодня работает. Как вы видите, перед каждым вебинаром Юницкий не зря говорит, что мы создаем самый крупный бизнес за всю историю. Поэтому, друзья, места здесь хватит всем, и я думаю, что и работы хватит тоже всем, поэтому надо делать, работать еще с большей усиленной энергией, и только тогда то, что мы имеем сертификат, и наше задача превратить их реально в финансовый инструмент, и чтобы те цифры и те номиналы, которые существуют, чтобы они были как минимум стоимостью этих ценных бумаг, а как максимум еще и умножались на 2, на 3, на 10, или, соответственно, как у Джобса в 3600 раз. Вот, поэтому, друзья, я тоже думаю, что если те номиналы, которые есть, вот, на тех сертификатах, если их умножить хотя бы в 3600 раз, то меня эти цифры, друзья, очень радуют. И я могу сказать, это все в наших руках, и если раньше мы призывали и на эмоциях говорили, что, друзья, строй Skyway, спасай Россию, строй Skyway, спасай планету, что идем, то сейчас, друзья, фактически сейчас первый вебинар, когда мы с вами анализируем то, что происходит. Мы, исходя из тех материалов, которые есть, мы уже и показываем то, что было сделано, то, что сегодня происходит, и то, что будет происходить. Поэтому, друзья, за полтора года, вот, то, что с февраля, вот, я веду вебинары, я могу сказать, что это наиболее такая сейчас приятная вещь, которая возникает в том, что уже есть отчет о работе, то есть можно показать договора, которые заключаются на покупку кранов, на покупку металла, на покупку, соответственно, столбов для ограждения. То есть это, друзья, показывает, что идет работа, соответственно, где мы видим заказчики, потенциальные заказчики, которые заказывают проекты, и эти проекты сегодня... Так, друзья, тут что-то про правительство я пропустил. Москва-Казань, мы можем предложить альтернативу. Ну, друзья, мы можем, конечно, предложить, как бы, все, что угодно, вот, что до этого и делалось и в Крыму предложение альтернативы перехода, и Москва-Казань, Москва-Санкт-Петербург, но, друзья, как показывает практика, и мы это не раз видели, что те, кто сегодня принимают решения, они заранее делят те деньги, которые они туда закладывают. Поэтому, когда закладывается технология, то там уже деньги не то, что привлечены, а эти деньги уже и потрачены. Соответственно, сегодня разговаривать с людьми, которые эти деньги уже потратили, ну, хотя бы виртуально для себя, мы посчитали, кто с этого получил, какие дивиденды, или как это сегодня называется, откаты и так далее, и так далее. И когда мы будем приходить и говорить, что, друзья, а мы предлагаем вам все сделать в 10 раз дешевле, мы вам предлагаем сделать по другим технологиям, поменять поставщиков, то, соответственно, я могу сказать, что, друзья, это довольно-таки сложные вещи, и поэтому мы перестали заниматься такого рода вопросом, мы перестали создавать альтернативы и входить, а лучше заниматься теми проектами, от которых отказывается, ну, в частности, железная дорога, то есть, и я уже не раз на вебинарах показывал, что возникла очень большая такая логика проектов, связанная и с Боливией, и с Монголией, и с Вьетнамом, с освоением наших сибирских месторождений, когда железная дорога говорит, что мы не можем туда построить, потому что технологии не позволяют, вот это, друзья, наверное, тот путь, по которому надо идти, и, соответственно, не наступая и не отбирая ни у кого, а просто создавая новое, и вот эта логика, по-моему, на наш взгляд, очень сегодня приемлемая. Мы когда сегодня заявляемся на землю, то, что Трутнев сегодня сказал, что почему не дается земля в близлежащих регионах от городов, потому что там есть инфраструктура, там можно легко добраться, и эта земля имеет ценность, поэтому, скажем, там земля в 100 километрах от Москвы, в 100 километрах от Санкт-Петербурга и в 100 километрах где-нибудь, допустим, от Магадана, это разная земля по разной цене, вот, поэтому для того, чтобы сегодня не было коррупционной составляющей, этого не делается, поэтому предлагается земля, которая сегодня со всех сторон стоит ноль, и вот именно на такую землю заявляемся во всех регионах и говорим, мы знаем, что с этой землей сделать, мы в этом направлении работаем, и у нас есть целая программа, которая будет эту землю, которая сегодня стоит ноль, превращать в очень активный ресурс, и государство для этого и дает, соответственно, этот инвестиционный ресурс для того, чтобы мы его использовали, и в этой логике мы его как раз и запускаем, и делаем, и, слава богу, у нас есть понимание в этом направлении, хотя я могу сказать, не раз уже приводил пример, что сегодня готовятся законодательные инициативы в развитии этой инициативы президента, и я, когда читаю, там, от справедливой России, что они хотят заложить и какие наложить ограничения на выдачу этой земли, то я вам могу просто сказать, что среди наших депутатов очень много идиотов, очень много, и которые могут извратить любую идею, и когда сказано, что эта земля должна использоваться как инвестиционный ресурс, чтобы, как Сергей Брилев приводит пример освоения Дикого Запада, когда в середине 19 века Соединенные Штаты раздали по 36 гектаров земли любым желающим. Было около 2,5 миллионов семей воспользовались этим правом и взяли эту землю, и таким образом они раздали порядка 13% всей территории Соединенных Штатов. Но эта земля стала осваиваться, и это стало ресурсом. Во-первых, туда приехали люди со всего мира для того, чтобы получить эту землю, а во-вторых, это стала осваиваемая территория, и она стала развиваться. То есть вот что такое логика. И сегодня, с другой стороны, когда у нас осваивается меньше 1,13% всей территории земли, а это больше триллиона гектар земли у нас сегодня на территории России, так вот, когда нам говорят, что для того, чтобы получить землю, надо первое иметь заслуги перед Отечеством, 30 лет прожить на территории Российской Федерации, обладать светлым цветом и голубыми глазами, еще желательно, чтобы вы были блондином, только тогда, но это я утрирую, конечно, так сказать, только тогда вы можете получать землю на территории Сибири и Дальнего Востока. И, соответственно, вы дальше не можете ее продать, вы не можете ее заложить, вы не можете и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, друзья, это полностью противоречит логике, но здесь я, опять же, не могу, вы знаете мою любовь к правительству и лично к Медведеву, вот, так вот, я могу сказать, что точно так же закон вышел из Администрации Президента в предложение поддержки малого и среднего бизнеса, если кто следит, это нас мало, как бы там касается, ну, просто такая форма. И после того, депутаты его доработали, я когда читал окончательную версию закона поддержки среднего и малого бизнеса, то там от поддержки не осталось ничего. Вот как его загнобить, сколько он должен, и прежде чем начать работать, какое количество обязательств на себя берешь, это есть. А вот с точки зрения поддержки, и этот закон замышлялся именно как поддержка среднего бизнеса, а закончился тем, что нам лишний раз прописали, что мы с вами должны, если захотим стать малыми и средними предпринимателями. Так вот, друзья, сейчас мы с вами подошли к тому, что направления у нас сегодня расширяются, мы стоим на пороге очень серьезной такой диверсификации работы, то есть и связанные с полигоном и информацией, которая будет идти по Скайвею, и все, что связано с потребительским обществом и с развитием линейного города Евразия, и с наполнением его уже активами в виде земель, и соответственно дальше еще с рядом проектов, связанных с освоением территории, это мы дальше все будем делать, и это как раз та работа, которую мы с вами наметили, и которую мы, начиная вот с июня месяца, то есть вот как наша основная команда вернется из Испании, надеюсь, они там и очень хорошо поработают, вот я, к сожалению, по семейным обстоятельствам не смог туда попасть, вот Андрей тоже не смог поехать, мы будем в режиме телемостов еще с ними общаться, вот, но как только они отодвинутся, вот с июня месяца, мы резко увеличиваем интенсивность работы, резко меняем качество работы, и я думаю, что мы все с вами будем активно наблюдать результаты, которые это принесет. Так, а генерала Петрова, кто отходил в правительство, очень рекомендую. Ну, Валентин Петров, так сказать, это очень такая интересная личность, его, так сказать, теорию общественной безопасности, вот, но я думаю, что на сегодняшний день, мы стоим на более такой серьезном экономическом обосновании документа, который называется потребительское общество, и я думаю, что здесь у нас, соответственно, перские горизонты будут намного интереснее. Так, гиперлуп у меня больше ассоциируется с опасным аттракционом. Ну, давайте, по гиперлуп эти вопросы тоже абсолютно логичны, но я думаю, что очень грамотно и хорошо на них отвечает Леша Суходов, когда показывает все технологии, которые сегодня есть второго уровня, и, соответственно, как они развиваются, двигаются, потому я могу сказать, что с технической точки зрения, то есть я вот как 15 лет назад, для меня это стало очевидным и понятным, что ничего, кроме железного колеса по железному рельсу, соответственно, ничего, кроме предварительно напряженных канатов и предварительно напряженного рельса, то есть эстакады второго уровня, то, что сегодня называется Skyway, или струнными технологиями Ницкого, ничего близлежащего быть не может. Другое дело, что направление, и мы видим сейчас, это уже с точки зрения такого технического прогнозирования, что сегодня уже появляется мотор-колесо, то есть это оптимизация схемы, когда электродвигатель сразу совмещен уже с движущим элементом, соответственно, происходит оптимизация. Следующий момент, когда сам электродвигатель будет уже работать не от батарей, а от энергии, которая будет идти внутри рельсов, такая технология тоже сейчас прорабатывается, это зарядка и движение за счет магнитного поля, который создает электрический ток внутри рельса. Это тоже будет очень интересное направление, которое будет оптимизировать, и как раз вот из последнего материала Юницкого, который он показал, что при увеличении объемов перевозок и объемов мобильности, которые произойдет в ближайшие 10-20 лет, затраты человечества на перемещение будут снижены более чем на 90%. Вот это как раз ключевая цифра, ключевая фраза, то, к чему мы идем, что если будет перемещаться в СИТ, Транснет одновременно половина населения Земли, то по сегодняшним меркам мы должны потратить 3 или 5 годовых запасов нефти, которые мы сегодня делаем. Так вот, если мы эти затраты снизим на 90%, то можно практически в десятки раз увеличивать объем перевозок, что, собственно, и будет происходить. Это точно так же, как сегодня считается объем передаваемой информации в 90-м году, который передавался с помощью низких токов через медные провода. Если бы мы эту логику перенесли на сегодняшнюю передачу информации, то есть, сколько будет передаваться один, допустим, мегабайт информации, хотя в 90-м году мегабайт это что-то было не сусветная цифра по характеристикам. Так вот, если бы мы эту энергетику переложили, то тот объем информации, который сегодня передается в энергетическом плане, то никаких запасов энергии не хватило бы на Земле, чтобы обеспечить передачу. Но так как мы перешли в мобильную связь, так как мы перешли в спутниковые ретрансляторы, то, соответственно, сегодня затраты на передачу единиц информации намного ниже. А со следующим шагом, который перейдет еще и в нанофотонику, затраты энергетически будут еще ниже. Но это с точки зрения как раз таких анализов технологий. Так вот, то же самое сейчас, что эстакады второго уровня транспортной системы, транснет и струнный транспорт Юницкого, они дают сегодня в энергетическом плане на порядок ниже затрат, связанных с перемещением одного пассажира или единицы группы. Так, ну вот, друзья, все вопросы, которые я хотел сегодня вам затронуть, я все осветил, если есть, то есть мы сейчас очень активно работаем в интерактиве, соответственно, я на 12 часов вебинаре давал, и сейчас я даю еще раз свою электронную почту, соответственно, это для того, чтобы у нас с вами была обратная связь, и, соответственно, сразу могу дать еще раз свой скайп, вот, что пишите по вопросам, то есть я сразу заранее предупреждаю, что кто просится ко мне в скайп, я всех вношу, вот, многие знают, что я веду переписку, никогда никому не отказываю, но предупреждаю, друзья, если мне по этому адресу начинает приходить предложение купите Гербалайф, условно там, или участвовать в еще каких-то проектах, или там просто начинается спам-рассылка, то уж не обессудьте, я сразу являю такие номера и, соответственно, ставлю их в блокировку, поэтому здесь, соответственно, рассчитываю, что мы, как партнеры, работаем в этой системе, и это, соответственно, и почта, и скайп для тех, у кого есть предложение, которые есть, что обсудить, потому что, поверьте, что занятость и загрузка у меня довольно-таки высокая, поэтому, если вам есть, что сказать, и есть, что предложить, обращайтесь, и, соответственно, на любое отдельное предложение будем связываться, если это будут просто спамы, или еще предложения поучаствовать в какого-то рода инвестиционных проектах, значит, я, соответственно, это удаляю автоматически. так, промокод, так, Людмила, спасибо за то, что напоминаете, это, к сожалению, видите, Леши нет, я как без рук, так сказать, я уже настолько привык, что он у меня всегда, скажем так, закрывает мне техническую часть, так, сейчас, 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 друзья, мне присылали промокод, он у меня должен быть, соответственно, сейчас я просто, видите, еще такой, ну, скажем так, не совсем продвинутый пользователь в интернете, так, так, друзья, вот вам промокод на сегодняшний вебинар, это, кстати, а, Николай, да, Николай уже сбросил, спасибо за, спасибо за информацию, да, я его тоже поставил, вот тоже, что-то он у меня не уходит, что-то он у меня не уходит, не получается, ну, вот, друзья, на этом я буду завершать, значит, сейчас по традиции сразу я поставлю ролики, это, ну, для тех, кому будет интересно, те, кто нет, те, кто их видел уже за раз, несколько раз, те могут, так, Галина, зачем промокод? Галина, вот этот вопрос не ко мне, значит, я думаю, либо зайдите на чат, и, соответственно, либо задайте этот вопрос кому-то из консультантов, потому что это, ну, все-таки, такой очень важный вопрос, то есть, я могу сказать, что, пользуясь этим промокодом, вы получаете определенные преференции при дальнейшей работе, вот, ну, а если вы об этом не знаете, значит, вы либо первый раз. Так, еще раз анонсирую, что мы, я ставлю сейчас ролики, связанные с гектаром земли и с анализом на телеканале, по-моему, РЕН-ТВ, что сегодня происходит и какие предложения на земле, чтобы вы просто посмотрели. Это с точки зрения информации. Кто это уже не раз видел и, соответственно, те, можете их не смотреть, вот, а так, а это, соответственно, для тех, кому это интересно. Так, а что у меня? А, вот, чуть-чуть у меня это зависло. Так, значит. Все, а я на этом с вами, я пытаюсь найти слайды, и, опять же, друзья, я еще слабо ориентируюсь, извиняюсь, очень, как бы, это, когда надо самому выступать, еще и на кнопки нажимать. Вот, поэтому, поэтому я хотел поставить слайд, где у нас строй Skyway, спасай планету. Сейчас. это он, нет, нет, не он, извините. Вот. И этот термин очень, ага, вот он, нашел. Строй Skyway, спасай планету, это для нас сегодня ключевой момент, но мы сейчас добавляем еще сюда и лозунг, в который работает наша инвестиционная группа Transnet, это Transnet Group, о том, что мы объединяем мир. Поэтому в совокупности получается очень мощная синергия, что строй Skyway, спасай планету и мы объединяем мир. Это действительно очень глубокие лозунги, под которыми мы будем дальше двигаться и дальше работать. Вот, соответственно, это тот результат и те цели, те задачи, которые мы перед собой ставим и участниками проекта, которого мы с вами сегодня являемся. Ну вот, друзья, на этом я с вами прощаюсь. Сейчас я запущу еще несколько роликов, которые показывают нашу обобщающую работу за этот год и те, что показывают логику гектара земли. А я прощаюсь с вами на этом, друзья. Надеюсь, что в следующую среду уже Леша Суходоев к нам подсоединиться, все-таки вдвоем вести намного проще. Ну и второе, я могу сказать, что когда подсоединяются и работают такие талантливые ребята, которые там полтора года назад пришел просто как рядовой инвестор, потом стал, тот, кто стал изучать глубоко технологию, стал вести вебинары, потом вошел в директорский состав, а сегодня является уже одним из лидеров направления и я могу сказать, что таких, как Леша, сейчас возникает очень много молодых ребят, я уже говорил, и Саша Кузнецов, и Слюсар, и Колес, то есть это те, кто действительно работают уже не за какие-то огромные награждения, хотя сейчас это уже стало в общем-то профессиональной работой, то есть то, что позволяет уже заработать хоть какие-то деньги, но самое главное, друзья, это та команда, которая действительно в состоянии решать очень сложные и очень серьезные и инвестиционные задачи, и задачи по построению инвестиционной именно краудинвестинговой системы, а дальше это уже по продвижению и развитию именно конкретных проектов. Ну все, друзья, прощаюсь на этом, всего доброго, до встречи в следующую среду.